Климат-сервис Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня поговорим о мокрых проблемах. Есть подозрения, что терпеть лужи придется долго. Здравствуйте, меня зовут Александр Тимофеев, это час Юга Сибири, и вот что покажем. В Хакасию пришла мокрая пора. Расскажем, как долго будут идти осадки, и покажем, кому от этого особенно плохо. Правительство ограничило помощь животноводам из малых и отдаленных сел. Расскажем, как объясняет серый дом свою скупость. Вот был сильный дождь с ветром, и они как посыпались тут. Благо на улице никого не было. В Черногорске аварийный барак разрушается на глазах жильцов, но мэрия не включила дом в программу переселения. Анна Янгулова выяснила, кто людям поможет. Обратная связь расскажет, почему энергетики часто отключают свет в девятом поселке Черногорска. В Хакасии дожди как минимум до конца недели. В республику пришел циклон и полностью оправдал ожидания синоптиков. Месяц выдался именно таким, каким гидрометцентр обещал. Холодным и дождливым. На вечер, среды и четверг у синоптиков есть в прогнозе шторм. Спасатели разослали предупреждение. Обещают сильные ливни, грозы и крупный град по республике. Потом непогода немного стихнет, но осадки продолжатся до выходных. Ночью 9-10 тепла, днем плюс 20-21. Непогода мешает и ремонтам дорог, они затягиваются. Об этом предупредила Абаканская мэрия. Сегодня укладку асфальта по Щетинкина, например, подрядчик остановил. Много осадков – это беда для тех, кто живет в низменностях. И речь не о далеких селах. В столице Хакайси дождевая вода, например, смыла дамбу у жителей на Ерыгина 56. Люди там песок привозили, чтобы ручей не залил подземную парковку. А в Усть-Абакане для пенсионерки любой дождь – проблема. У ее дома крыша протекает. Крыша протекает у женщины после пожара у соседей. За стеной раньше была почта. И свою помощь госкорпорация бабушке обещала. Алена Трынкина через 5 минут расскажет, как получилось, что про пенсионерку забыли. Правительство ограничило количество животных, на которых жители малых сил Хакайси получат компенсацию за то, что содержат подворье. Власти не афишировали непопулярное решение ровно до тех пор, пока не пришел срок для выплаты сельчанам. Теперь получить деньги можно только максимум за 5 коров, одну конематку и 10 овец. Раньше количество животных в личном хозяйстве не учитывалось. Первый замминистра сельского хозяйства Александр Башков об уменьшении поголовья высказался так. Цитата. Дело в том, что по этой программе деньги людям выплачиваются для помощи в личном хозяйстве. А у нас в последнее время некоторые жители малых сел начали получать выплаты на 100 коров, 500 овец и так далее. Все же прекрасно понимают, что это уже не подсобное хозяйство, а бизнес. Суммы, которые выделяются на помощь в ведении подсобного хозяйства, невеликие. 572 рубля за корову, 52 рубля за овцу и 156 рублей за конематку в месяц. Выплата производится два раза в год. И теперь максимум за полгода можно получить 21 216 рублей. С прошлого года выплаты не увеличились, хотя правительство Зимина анонсировало повышение с учетом инфляции. Более того, бывший губернатор еще в прошлом августе на бизнес-форуме заявлял, что компенсации за скот без ограничения в количестве начнут получать не только жители малых сел. Практически все остальные села попадут под выплату по КРС, по корову. Это почти 300 миллионов в год нужно будет. И поверьте, мы через 3-4 года станем одним из главных экспортеров говядины. Я точно это знаю. Но Зимин ушел, а вместе с ним сходят на нет его проекты и усилия по развитию сельского хозяйства. По данным Росстата, поголовье скота за полгода снизилось, как и посевные площади. Урожай картофеля и овощей будет почти вдвое беднее, чем годом ранее. 70 фермеров с начала года закрыли бизнес. Субсидии правительство выплачивает с задержкой. Все это вызывает недоумение после обещания Валентины Коновалова возродить закрывшиеся сельхозкомплексы и развивать в Хакасии народные предприятия. Летние детские лагеря Хакасии правительство проверит после трагедии в Хабаровском крае. Такое распоряжение Валентин Коновалов дал своему социальному заместителю Татьяне Курбатовой. Что именно, кто и в какие сроки будет проверять, в сообщении пресс-службы не указано. К новостям вернемся через 2 минуты и вот что покажем. Год это опасно. Очень опасно, потому что перекрытие на гнилушках стоит. Эксперт-строитель похоронил аварийный дом, а мэрия его не включила в программу переселения. Анна Янгулова выяснила, можно ли людям помочь. В Свиногорске дети металлургов весело изучают, а чем занимаются их родители на работе. Дарим счастье! Украшение с бриллиантом в подарок при покупке от 2000 рублей. Эльф Д-16. Меняем полностью школьную форму. Превращаем классический стиль в молодежный. Коллекция «Школа-2019». Абакан, Крылова, 63. Саяно-Шушенский филиал СВО проводит наборы. Электроэнергетика, строительство, технологические машины, практика в Росгидро. Гарантия трудоустройства, военная кафедра. Звоните 341-86. Компания «Мягкий дом» в Абакане открывает новый магазин. 100 диванов. Огромный выбор мягкой и даже корпусной мебели. Удобная рассрочка без участия банков. 100 диванов. Всем по карману. Абакан, Катанова, 6. Рядом со спорткомплексом Абакан. За что мы любим лето? За жаркие деньки, за брызги воды, за ароматы шашлыков. За что мы любим Хакас Косметику. За летние цены на товары для отдыха. Шезлонг за 2305 рублей. Хакас Косметика. Мы предлагаем вам то, что купили вы сами. Вам оказали некачественную юридическую услугу? После вмешательства юриста ситуация только ухудшилась? Единый центр защиты. Отстоим ваши интересы. Взыщем потраченные средства. Звоните. Телефон в Абакане. 313-2-42. Телефон в Черногорске. 313-123. Супер-хиты, супер-новинки. Супер-хиты, супер-новинки. Новое радио. Новое радио. Новое. Есть новости. Поделитесь ими с жителями Юго-Сибири. Нотабене. 222-700. Здравствуйте. Это Нотабене. В каждом есть что-то душевное. Радио Шансон. 105,7 FM. Оказаться под обломками разрушенного дома или сгореть. В Черногорске несколько семей с детьми живут в опасных для жизни бараках. Один из них не попал в программу переселения. Ну, просто потому, что администрация города затянула с подготовкой документов. Анна Янгулова выяснила, можно ли помочь людям и кто это делает. Вот был сильный дождь с ветром. И они как посыпались тут. Благо на улице никого не было. Я думаю, что где-то падает. Что ни ребятишки, никто не бегал. Жители барака по улице Рабочая в Черногорске жалуются Народному фронту на свое жилье. Падающие с крыши кирпичи и провисшие потолки – это часть опасностей. Оценить состояние дома Народный фронт пригласил доцента кафедры строительства Технического института. Ну, я думаю, год. Это максимум год. Год это. И то опасно. Очень опасно, потому что перекрытие на гнилушках стоит. Кровли домов давно превратились в решето. Но мокрые стены, отклеивающиеся обои и отваливающаяся штукатурка – это все ерунда по сравнению с тем, что в сырости постоянно находится электропроводка. Конечно, проводка, которая замыкает от протечки воды, он может сгореть в любой момент. То, что здание аварийное, не секрет. Есть экспертиза еще от 2016 года. Однако в программу переселения барак не попал. По действующему законодательству в течение 30 дней муниципалитет, администрация Черногорска должна была вынести постановление о признании дома аварийным. И на основании этого постановления дом мог быть включен в программу расселения. Но вместо 30 суток постановление было вынесено спустя 16 месяцев, только в ноябре 2017 года. Администрация упустила время. Москва даст деньги на переселение домов, которые признаны аварийными до конца 2016-го. Почему так долго мэрия работала с бумагами, мы спросили у начальника коммунального отдела Черногорска Максима Черных. Потому что дома вошли до 15-го или до 17-го. Не помню, до 17-го года. Он позже был признан, чем установлена программа. Но он был признан в мае 2016-го года. И в течение 30 дней администрация должна была выдать постановление. То есть в июне. Я не готов ответить. Пишите запрос, пишите. Мином ответим. Теперь, когда все сроки упущены, включить 127-й дом в программу переселения может только фонд, содействуя реформированию ЖКХ. Заместитель руководителя фонда неделю назад прилетал из Москвы в Хакасию. Мы договорились о следующем. Не только об этом доме, но и о других домах, которые были признаны после 2016-го года. Мы планируем действующую программу, которая на данный момент имеет срок окончания 2024-й год, сократить срок ее действия, выполнить обязательства досрочно в 2022-м году. Новый министр строительства Сергей Новиков пояснил, что представитель фонда реформирования ЖКХ в Хакасию еще вернется. Другими словами, шансы у аварийного дома есть. Анна Янглова, Василий Самоделкин, Нотабена. Водители Хакасии меньше других нарушают правила дорожного движения. Сайт штрафа ГИБДД привел статистику регионов по количеству штрафов за первое полугодие. И мы занимаем третью строчку с конца. Меньше всего штрафов в Амурской, Иркутской областях и Хакасии. У нас за полгода на одного жителя приходится 0,8 тысячных штрафа. А чаще всего нарушают москвичи, астраханцы и жители Карелии. Но возглавляет рейтинг Ненецкий автономный округ. Там водители набрали по два штрафа на каждого. При этом, по сравнению с нами, в Ненецком автономном округе живет в 12 раз меньше людей. Вода бежит с потолка и стекает по обоям. И так каждый дождь. Чтобы потоп в ценах родного дома уменьшить, пенсионерка из Усть-Абакана расстелила на потолке клеенку. Крыша протекает из-за пожара на почте по соседству. Починить кровлю огромная госкомпания пенсионерке пообещала еще зимой. Алена Трынкина выяснила, а будет ли ремонт и как женщине подстраховаться. Так и бойся, отвалится угол. Вот, все там уже, плесень начинается у меня в углу. Ну куда это дело годное? По старости страдаю. Плесень в углу – результат зимнего пожара. В феврале за стеной горела почта. Повезло, что часть дома, в которой живет Татьяна Бойкова, в огне не пострадала. Но пожар сказался на крыше. Теперь дожди – это испытание для пенсионерки. Стена бежит. Вот диван отодвинули, тут все мокро. Вытираем пол весь мокрый. Везде веранда вся полна воды. И вот она все шире и шире. Дожди идут, а вместе с ними разрастается плесень и разводы на потолке. Еще и свет выключать приходится. Вдруг коротнет. Потому что вода с крыши бежит прямо по счетчику. Помимо дождевых потопов, после пожара у пенсионерки появились и другие проблемы. Почта не работает полгода с момента пожара. А Тамара Павловна находится как на пороховой бочке. Все время ожидая, что пожар может повториться. За стеной в сгоревшем помещении стали собираться непонятные компании и устраивать дебоши. И вот они сюда залазят, кого ищут и курят, тут и дать еще. Так вы видите, что они там костеры зажгут? А что вы думаете, бумаги же вот тут есть. Они же курят здесь и пьют здесь. Тут что угодно можно ожидать. После пожара пенсионерка в суд не обращалась, а поехала в Абакан в центральную почту, где ее обнадежили. Крышу починим, как будем делать ремонт у себя. Только когда это будет, не сказали. А время идет, скоро осень. Юрист Геннадий Коровин советует на конфликт пока не идти. Но бумагу с почты потребовать. В не судебном порядке, если почта идет на контакт, то нужно делать, определить срок, подписать соглашение. Когда это будет, в каком виде. Нужно понимать, с каких материалов судей будут там ее часть восстанавливать, да? Насколько это соответствует требованиям. В управлении Федеральной почтовой связи Хакасии пообещали, что в августе они начнут делать ремонт сгоревшего филиала. Продлятся работы до октября. Поврежденную крышу починят. А до августа заколотят окно, чтобы внутри не собирались пьяные компании. Алена Трынкина, Евгений Сульбереков, Нота Бена. В четверг по улицам Абакана проедет рейс здоровья. Это троллейбус третьего маршрута. В 3 часа дня, 17 минут от остановки Центральная почта поедут медики. Врачи расскажут пассажирам о первых признаках инсульта и как его избежать. Далее еще 5 коротких новостей. Субтитры делал DimaTorzok На выезд из России получили 78 жителей Хакасии за долгов по электроэнергии свыше 30 тысяч рублей. На сайте Россети Сибири можно проверить состояние своего лицевого счета, а также оплатить задолженность. В Красноярске детские лор-хирурги удалили опухоль из носоглотки у подростка. Операцию такой сложности раньше они не делали. Публикует newslab.ru В Польше 6 лет на дереве живет кот. Он никогда не спускается на землю, утверждает портал НТД. Лежа на ветке, кот любуется окрестностями и понимает, что ни одной собаке он не по зубам. Руслан Ивакин показал, как выглядит ледовое шоу Ильи Авербуха глазами артистов. Через 3 минуты в Нотабене. В Саиногорске в корпоративном лагере «Русала» дети сотрудников компании знакомятся с металлургией и производством алюминия. Делают это необычно и увлекательно. Анастасия Торбаева побывала в лагере на экспериментальном шоу. Такие эффектные и безопасные опыты детям металлургов показывают студенты и преподаватели Сибирского федерального университета из Красноярска. Легко и с интересом ребята узнают физику и химию на конкретных примерах. Изучают литье металлов, электролиз, узнают новое о сплавах. С помощью молота и наковальни дети сами себе куют памятные монеты. Я уже узнала, как делают монетки. Отдам папе, потому что у меня папа коллекционер. Отдыхают дети металлургов в летнем лагере «Русала» бесплатно. Все затраты взяла на себя компания. Программа лагеря построена так, чтобы детям от 7 до 15 лет было интересно. Они посещают культурные мероприятия, отдыхают на свежем воздухе и учатся в детском корпоративном университете. «Русала» — одна из немногих компаний, которая выстроила линейку проектов подготовки собственных сотрудников практически с детского сада до готового сотрудника-специалиста, который окончил высшее образовательное учреждение и пришел работать ученым, инженером, экономистом и так далее. Детям металлургов не только полезно, но и интересно узнать о производстве алюминия с практической стороны. Так они больше смогут понять, чем занимаются на работе их родители. «Мне папа наруссаль. Как я помню, он вроде бы из ковшей выливает металл, а ванны их вроде бы называют. Мы сейчас на выливке металла, там как было раньше, потому что некоторые методы и сейчас используются. Это очень интересно». Экспериментальное шоу — это один из вариантов погружения детей в знакомство с металлургической отраслью. «Это мероприятие, оно в контексте всей нашей программы. Сюда входит и проектная деятельность, где ребята решали очень многие задачи, связанные с металлургической отраслью и взаимодействием города и завода. И также это связано с различными мероприятиями, где ребята пытаются погрузиться или примерить на себя роль металлурга». Вживую представить себя металлургами ребята смогут, оказавшись на производстве. Уже завтра старшие отряды корпоративного лагеря «Русала» отправятся с экскурсии на Саиногорский алюминиевый завод. Анастасия Торбаева, Дмитрий Черноусов, Нотабене. Экологи из заповедника Хакаски повесили на журавлей кольца с GPS. Раньше такой роскоши мы себе позволить не могли, а Русгидра и Российское географическое общество поддержало исследования. Ради такого дела в Хакасию из Москвы прилетели ученые из Академии наук. Пометили эксперты взрослых птенцов, которые в состоянии носить датчик без дискомфорта. Устройство цепляют на правую лапу, на левую — привычное кольцо с номером. Так раньше следили за миграцией. А теперь передатчик посылает сигнал, как только появляется в зоне действия любой сотовой вышки. Работает от солнечной батареи. Помеченным птенцам экологи дали имена по местам, где их отловили. Ид культус, гальджа. Ученые выяснят, куда мигрирует из Хакасии журавль-красавка. Известно, что алтайские птицы летят в Индию. Есть красавка в Израиле и Китае. Жители Абакана могут проголосовать за фестиваль «Зеленый» как символ города. Общероссийский народный фронт предлагает выбрать бренд столицы Хакасии. Голосование проходит на странице хакасского отделения ОНФ во Вконтакте. Общественники провели опрос среди абаканцев, и самые популярные варианты включили в интернет-голосование. Среди них культурные объекты Стелла Лором на въезде в город, музей, драмтеатр имени Лермонтова, главные фестивали города, «Зеленый», «Черчаян» и «Солнцеворот», и даже важные для города персоны Геннадий Вяткин и Николай Булакин. Символ победителя организаторы предложат местным властям для разработки проектов брендирования. Певец из Хакасии Руслан Ивакин показал закулисье ледового шоу Ильи Авербуха. Спектакль, какими его видят артисты. Шоу «Ромео и Джульетта» сейчас в Ялте, и наш артист создает атмосферу горловым пением. Видео со сцены Руслан разместил на своей странице во Вконтакте. Руслан Ивакин Магия, ужас и мурашки описал свои ощущения от номера Руслан Ивакин. Напомним, наш артист неоднократный победитель музыкальных конкурсов, в том числе международного Бродвей Дримс. Этой осенью Руслан улетает в Америку работать над бродвейской постановкой. Почему девятый поселок Черногорска часто сидит без света, и когда опекуны получат единовременные выплаты, расскажет обратная связь. Напомню, задавайте и вы свои вопросы по номеру 222-700. Жители девятого поселка Черногорска жалуются, что по улице Гастелло энергетики отключают часто свет. С чем это связано? Представитель сетевой компании ответил, что отключение света связано с подготовкой к зиме. Россети Сибирь проводят реконструкцию линии электропередачи в девятом поселке, а без отключения света это невозможно. Последнее отключение по улице Гастелло будет 25 июля с 9 утра и до 5 часов вечера. О плановых отключениях энергетики предупреждают СМС-рассылкой. Люди могут подключить эту опцию, обратившись в Хакас Энерго. Рассылка бесплатная. Жительница Абакана Галина Петрова просит узнать, за чей счет проверяет общедомовый счетчик тепла. По словам женщины, их счетчик такую проверку вовремя не прошел. Соответственно, начисление тепловики проводят не по нему. Но еще и управляющая компания собирает жильцов деньги на проверку. В Минстройах Акасии пояснили, что по закону поверка всех общедомовых счетчиков – это обязанность управляющей компании. Она заложена в тариф. Но проблема в сборе денег может заключаться в другой причине, и без проверки чиновники сказать ничего не могут. Людям необходимо обратиться к надзорникам с письменным заявлением. Также специалисты Минстроя рассказали, что в случае, когда счетчик вовремя не поверен, тепловики дают срок в три месяца, начисляя платежи по среднему значению потребления тепла домом. После этого счет выставляется по нормативам. Анастасия Михеева 1 апреля оформила опеку над ребенком. Но до сих пор не получила единовременное пособие. Женщина спрашивает, сколько времени есть у чиновников на эту выплату. Ирина Тоболевич, начальник отдела опеки и попечительства Абакана, сказала, что Анастасии рано переживать. У чиновников есть полгода с момента оформления опеки на выдачу единовременного пособия. Эти деньги в Абакан приходят из республиканского бюджета. Пока средств нет, как только поступят подъемные, они будут переведены опекунам. По словам Ирины Тоболевич, ведомство полугодовой срок не нарушает. Аисты появились в Абакане. В сквере кораблик, это тот, где большой павлин стоит, появилась новая скульптура. Семья аистов в гнезде. Имя архитектора украсили скамейку. Позволит ли погода посмотреть на аистов завтра, узнаете после информации от генерального спонсора магазина «Абаканский трикотаж». Комфортная и практичная одежда для всей семьи. Для дома и яркого летнего отдыха. Футболки, шорты, лосины, леггинсы. Актуальные фасоны. Широкая цветовая гамма. Натуральный хлопок высокого качества. Мягкий и приятный к телу. Спортивная форма для школ и детских садов. Принимаем заказы на группы и классы. Абаканский трикотаж. В предстоящее воскресенье Абакан заполнит аниме-персонажи. В победе пройдет косплей-фестиваль. Если увлекаетесь героями аниме, игр, комиксов и сериалов, то можете принять участие или прийти посмотреть. Ну, надо ведь искать альтернативу пляжу. В Абакане и Саиногорске завтра плюс 14-15, днем 21 градус тепла. И в столице, и в городе Металургов. Одинаково будет и по осадкам. Весь день синоптики прогнозируют дожди, но без сильного веса. Это были все главные новости Юго-Сибири. Если смотрели нас не сначала, то повторы ищите на нашем сайте. Там идут и прямые трансляции эфиров, а еще во Вконтакте и Одноклассниках. Будьте в курсе событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова